Творческая студия Фронта представляет эпизод 4. Дядя, не знаю, где вы это услышали, но разве надо преподносить это таким образом, записывая на камеру? Вот как говоришь. Это возмутительно. Подумайте, что чувствует Ари. Об этом интервью изначально и шла речь. Как глупо. Помощник. Да, шеф. Ребят, вы смеете взбухать против старших? У вас совсем нет совести? Ну, совести? Еле спрашиваю о реальных вещах. И еще, из информации, что собрал, мне стало ясно, что вы иначе смеете на Хари. А еще игнорируете народную принадлежность. Так забавно, что ты заботишься о моей совести. Кстати, куда ушел Хари? КОНЕЦ Они сказали, что сегодня Хонарин не пришла в школу. Хорошо. Делай, как запланировали. А остальные что? Они все продолжают обсуждать Ари. Однако Ари нужны для трансляции. Сейчас самое подходящее время. Возьмем у нее интервью. Привет, лидер. Здравствуйте. Что происходит? Разве Ари сейчас не ходит в школу, и вы все равно считаетесь ее старостой? Ари скрывала правду от своих друзей о том, что она иностранка. Как вы себя чувствуете? Разве она не чувствует себя преданной? Она совгала. Я понимаю, Ари. Дело в том, что иностранцы всегда находятся в центре внимания. Если бы я была на месте Ари, то тоже бы не рассказала. Это правда, что она обманула нас. Но я тоже не знаю. Нужно ли хранить такое в секрете? Ты хочешь сказать, что не понимаешь, почему Ари солгала ребятам, и злитесь? Я прав. Кажется, не сержусь. Черт. Простите. С самого начала он немного раздражал. И постоянно болтался со старшеклассниками. Вечно тягался с ними, как идиот. Отличный материал. И что вы теперь чувствуете после того, как ложь Ари раскрылась? Ты знал об этом? Про Ари? Не знал. Но как ты можешь быть таким спокойным? Это так важно? Почему? Ты волнуешься? Это не так. Я ничего не знал, а продолжал называть перед Арин Хари иностранцем. Разве мы не должны вернуть Арин? Не знаю. Ребята тоже так. И продюсер с помощником все продолжает ходить в школу. Было бы хорошо, если бы Арин была в школе. Действительно. Но если Арин продолжит обвинять, поход в школу тоже для нее обернется стрессом. Я извиняюсь. Теперь эти Аджойси берут интервью у ребят. Интервью? Они подстрекают и спрашивают ребят о том, специально ли Арин молчала, или у нее был злой умысел. Возможно, после этого одноклассники его заненавидят Арин. Где сейчас эти люди? Чан Риэль, подожди. Зачем? Ситуация усугубится, если мы поспешим. Давай сначала все обдумаем. Учитель. Чан Риэль. У тебя все хорошо? Да. Вы слышали о вчерашнем инциденте во время дежурства? Имеешь в виду Арин? В последнее время говорят, они не ходят в школу. Я собираюсь выяснить, как выйду завтра на работу. Продюсер перед всеми ребятами раскрыл, что Арин иностранка. Что? А еще они подначивают одноклассников. Они говорят, что Арин все это время их обманывала. Вы знаете, что сейчас Арин не может ходить в школу? Айти. Я слышал, что продюсер брал его с интервью и выставил Арин в плохом свете. Вы же знаете, что Арин поступил так не потому, что не доверяет вам. Возможно, Арин нелегко об этом сказать. Я считаю, что Арин искренне любит нас. В начале первого класса, в свой первый день на сцене, вы же знаете, как были взволнованы, когда смотрели ее выступление. Теперьшняя Арин осталась точно такой же, как была месяц назад. Кроме того, она не может ходить в школу, так как чувствует себя перед вами виноватой. Звучит музыка. Звучит музыка. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Учительница опять позвонила мне. Мам, давай поговорим дома. Извини. Арина! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК alua